Тиш и благодать острова Свияжск диктуют свой образ жизни. Здесь каждого навещает особое вдохновение и появляется огромное желание разгадывать загадки истории. Кстати, жемчужина острова Дом Крылосова уже полностью готова к новым научным программам. Теперь данный проект культурного наследия получил новый важный статус и стал информационно-образовательным центром Казанского федерального университета. Крупные научные проекты, которые подразумевают все, что связано с духовным миром, будут реализовываться на базе нового здания, которое действительно является уникальным. Здание конца 18-го столетия, одно из немногих, наряду с культовыми памятниками, это действительно жемчужина острова. И было в очень тяжелом состоянии благодаря поддержке правительства республиканства, фонда возрождения. Это здание очень бережно отреставрировано. В 1832 году дом был выкуплен Министерством народного просвещения, после чего в нем была сделана перестройка. В 2014 году в здании начались реставрационные работы, после чего Дом Крылосова был передан КФУ для реализации научно-образовательных работ университета. В этом небольшом здании расположились информационная аудитория Детского университета Приложского федерального округа КФУ, учебно-практические лаборатории и новый Александровский зал. Для заседаний, конференций и круглых столов. А на первом этаже расположилась кафедра ЮНЕСКО, Казанского федерального университета, всемирное культурное наследие. На базе кафедры будут проходить выставки Свиярской коммуны художников. Сейчас в этом доме размещена выставка Свиярских художников. И здесь можно видеть работу Ильи Николаевича Артамонова, на которой изображен Дом Крылосова в 1993 году. Здесь же мы можем увидеть работы. И Анатолия Николаевича Егорова, его называют Свиярским манэ, не случайно. Дело в том, что художник работает, создает гобелены. И это нашло отражение в его стилистике и технике живописной. Стоит отметить важную роль учебно-практических лабораторий археологического дерева и реставрации фресок. Тут будут проводиться практические занятия для студентов и учащихся образовательных учреждений Татарстана. Соответственно, ребята здесь проходят практику по обучению реставрационным методам консервации и реставрации. Они учатся у нас в магистратуре в КФУ на реставраторов. То есть теоретическая часть она вся проводится в университете. А здесь практика, причем очень удобно получилось. То, что предметы непосредственно с острова, из разгопа, татарская слободка. Находки из дерева, кожи и текстиля в огромном количестве сохранились благодаря уникальному слою Свиярска. Влажный слой позволил сохраниться уникальным находкам на протяжении нескольких столетий. Сохранять такое дерево достаточно трудно, потому что достаточно капризный материал. И сохраняем веществом, которое называется полиэтиленгликоль. То есть за счет замещения воды он не дает предмету окончательно иссякнуть и поддерживаем музейную форму. Такое событие не могло остаться незамеченным. Дом Крылосова готов неоднократно заявлять о себе. Кстати, в дни юбилея первого президента Республики Татартан, государственного советника и руководителя Республиканского фонда Возрождения Ментимера Шаймиева, состоится презентация нового информационно-образовательного центра КФУ. Данное мероприятие состоится 25 января. Адель Шамилова, Ленар Тавлитьяров, Универ Ньюс.